Тогда устроили мои. Игорь Александрович, я никогда не забуду, как три или четыре года назад, в день своего рождения, я вас поздравлял по телефону, и вы мне вдруг рассказали историю, которая заставила просто меня заплакать. Это история о матче с советской сборной по футболу, со сборной ФРГ в Москве, в Ложниках. Вот это как раз. Возвращаясь к немцам. Что это за история была? Ну, история, ну, я бы, конечно, был бы счастлив, если бы дал мне возможность это прочесть, хотя это стихотворение такое, не такое уж маленькое. С удовольствием. Можно, да? С удовольствием. Вот, и учти, что я его читал на Грушинском фестивале в присутствии 42 тысяч. Вы расскажете предысторию только, и мы прочитаем это стихотворение. Предыстория? Да все там написано в стихотворении. Я был на этом матче вместе с Женей Винокуровым. Я все видел. Тогда стали выкидывать из Москвы инвалидов. Потому что, ну, так уже немножко подходило время. Без ног, без рук, на тележках этих, да? Да, да, да. Вся Москва была об инвалидах. Их начали, брали их ночью, чтобы они портили пейзаж, так сказать, счастливый. Но все-таки, когда Одинавр и Хрущев встречались, и все-таки они говорили о перспективах и дальних, и так говорят, что они говорили о возможности когда-то срастания двух Германий, так сказать. Ну, это было сугубо закрыто. Но надо было с чего-то начать. Сборная Германии тогда выиграла чемпионат мира. Там в ней были два, три немца, включая капитана Фрица. Фриц Вальтера, да. Три немца, которые воевали против... Да, это имело тоже значение, но не только. А самое главное имело значение, что как будто из-под земли, казалось, уже изрыгнуты из Москвы с лица. Откуда-то появились инвалиды на этих деревянных платформах. Тележках. Они где-то прятались, в каких-то подвалах, делали какие-то кепочки. Бог знает, что в бомбоубежных, там что-то. И они шли, их не могли остановить, конечно, контролерши и так далее. И вот я читал... Страшное зрелище. Конечно, Женя Минокурова трясло, а вот он же дошел... Он фронтовик. Да, фронтовик. До Прустии, потому что казалось, что он понимал, что он говорит, сейчас будет бойня, которая может кончиться колоссальным конфликтом. Их много было, да? Их было тысяч восемь-десять. Ай-яй-яй. Да-да. Их пропускали, их переносили, контролерши плакали и расступались. Ай-яй-яй. И они сели, погаривая дорожки. Вокруг поля. Да, и здесь у них у всех были бейфрицев там и так далее. Да-да, бейфрицы, а там Стим за Динамо, Киев, кстати, там было, висело и так далее. То есть все... Это такая напряжёнка была. И всё получилось по-другому. И вот с той поры я навсегда уверовал и, может быть, навсегда стал оптимизмом насчёт будущего человечества. Я, правда, никогда не был пессимистом полным, но вот это мне очень помогло. Вообще мне не давало жизни, не верить в неё. Не давало, помогало. И это был первый раз, это был уже 36-й, по-моему, сейчас 40-й прошёл юбилейный сбор. И у них меньше. 40-50 тысяч собираются, даже несмотря на... Барушинский фестиваль. Да, потрясающе. Это потрясающе. Я много раз говорил, обращался до такого хорошего человека, как Альдеев. Он обещал помочь этому. Показать хотя бы на одной первой программе. Снять весь Грушинский фестиваль и вместо затаскать на наши попсы. Показать народное искусство. Потом там... Ты знаешь, там никогда, несмотря на то, что там продаётся сухое вино, водки не продаётся. Пьяных нет. Нет, нет. Там приходят и шестидесятники, семейные, так сказать. Это потрясающе. Вообще у нас много хороших людей. Они просто не видны. Потому что... Почему по телевизору показывают плохих? Да. Да. Потому что наглецы и циники вылезают на первый план. И заслоняют с собой много хороших людей. А людей вообще хороших больше на свете. СССР, ФРГ. 1955 год. Репортаж из прошлого века. Два эпиграфа. Как зритель, перестрадавший этот матч, и как бывший солдат, скажу, что для нас он был один такой в 20 веке. Лев Филатов, знаменитый футбольный обозреватель тех лет. Кстати, человек, воспитавший меня. Один. Мои вкусы. Советский спорт. Да. Хочу поздравить Россию с такой командой. Зепп Герберга. Тренер сборной ФРГ. Чемпиона мира после матча. Вдруг вспомнились трупы. По снежным полям. Бомбежки. И взорванные кариатиды. Матч с немцами. Касса ломают. Бедлан. Простивший родине все их обиды. Катили болеть за нее инвалиды. Войною разрезанные пополам. Еще не сосланы на валаам. Истории выброшенные в хлам. И мрачно цедили. Ох, рыцы. Ох, гниды. За нами Москва. Прыграть. Это срам. Незримые струбьи от ран отдирая. Катили с медалями и орденами. Обрубки войны к стадиону Динамо. Единственный действующий храм. Тогда заменявшие религию нам катили и прямо, и наискосок, как бюсты героев, кому не пристало на досках подшипниковых пьедосталов. Прихлебывать, скажем, березовый сок из фронтовых алюминиевых пляжек. А тянет, пригубит, скорее, без оттяжек ли ничто, без чего и футбол был бы тяжек. Напиток барачный, по цвету табачный, отнюдь не бутылочный, по вкусу обмылочный, а может, опилочный. Из табуретов страны советов непобедимейший самогон, который можно его отведать, подзакусить рукавом, сапогом. И даже египетские пирамиды, чуть сдрогнув, услышали где-то в песках, Как с грохотом катят в Москве инвалиды с татуировками на руках. Увидела даже статуя Либерти за фронт, припоздавший второй со стыдом. Как грозно движутся инвалиды те, видением отмщения на стадион. Билетов не смели спросить, контролерши глаза, непрошенных слез, непротерши. Быть может, со вдовьей, печалью своей, а парни-солдатики, выказав навыки, Всех инвалидов помняли на руки и усадили их по бровей, с самого первого ряда пировей. А инвалиды, как на поверке, все наготове держали фанерки, с надписью прыгающей «Бей в рицов!» Снова в траншеи готовые врыться, будто на линии фронта лежат. Каждый к друг другу предсмертно прижат. У них словно нет половины души, их жены разбомблены, и малыши, А что же им с ненавистью поделать, если у них пол души и пол тела? Еще на трибунах все были негромкие, но Боря Татушин, пробившись по кромке, Мяч Паршину дал, тот от радости в миг, мяч вбухнул в ворота, сам вбухнулся в них. Так счет был открыт. И в немстительном гвалте прошло озарение по тысячам лиц, Когда Паршина за руку поднял фриц Вальтер, реабилитировав имя фрица, И прорвало молчание полотину. Это не Паршину одному. Все инвалиды им зааплодировали бывшему пленному своему. Но лишь два ответных гола нам всадили. Наш тренер почувствовал холод Сибири. И аплодисментов не слышались руки, Как будто нам всем отсекли даже руки. И вновь, самый смелый из инвалидов, вздохнул, Восхищение горькое выдав. А я, брат, скажу, по праву танкиста, Здорово немцы играют, и чисто. И хлопнул разок всех других огорошек, В свои обожженные в танке ладоши. И кто-то подхлопывать медленно стал, Качая, поскрипывающий пидостал. Теперь в новолюбе была перемена, Они бы фанерки своя колено сломали. Да не было этих колен, А все-таки призрак войны околел. Лишь только бы стольким опять на погибель, Не вырос бы где-нибудь новенький Гитлер. Лишь только бы заново пьеды Сталин, Не ожил ни прежний, ни будущий Сталин. Фрицеватель, ты где? Я усвоил, серьезно. Дать руку кому-то не может быть поздно. Ах, сколько я раз этот матч видел после. И ваши удары, Масленкин, Ильин, А счет получился 3-2, и нашу пользу. Но выигрыш общий неразделим. А знаете, немцы, кто лучшие гиды? Кто соединил две Германии вам? Вернитесь в тот матч, Их увидите там. Качаются войны Не жестом обиды, А только, Когда, забывая обиды, Войну Убивают себе инвалиды, Войною Разрезаны пополам.